Красной нитью через 2020 год прошла пандемия, сказалась она и на работе городской думы. В своем докладе о деятельности представительного органа власти Антон Ульянов постоянно вспоминал ковидные времена. В марте губернатор ввел режим повышенной готовности, который не снят до сих пор. Думе пришлось приспосабливаться к новым реалиям, менять устав, чтобы иметь возможность проводить заседание дистанционно. Даже в этих условиях городская дума обеспечила принятие всех необходимых решений, обеспечила стабильную работу органов местного самоуправления, в городе не случилось никаких потрясений. Также было проведено и больше сессий в 16-2020 против 11-18, например. Среди важных постановлений, принятых думой, председатель отметил решение о предоставлении льгот пострадавшим от пандемии организация. Также депутаты занимались волонтерской работой, развозя медиков, работающих с ковидными пациентами на ночные смены. Оказали материальную поддержку, то есть организовали, мы договорились с городским такси, организовали доставку силами такси, а депутаты практически в полном составе эту деятельность профинансировали, за что я, конечно, выражаю большую благодарность и от имени медицинских работников. Активно работали депутаты с запросами горожан. Большинство, 49%, пересылали в администрацию. Вопросы соровчане присылают и через сайт Думы. В основном обращение связано с благоустройством дворовых территорий, возникновением конфликтной ситуации с соседями, бытовыми нуждами. Темы, которые поднимают в обращениях, это, понятно, тема ЖКХ, одна из самых болезненных, вопросы градостроительства, благоустройства территорий, обеспечение правопорядка, безопасности, мусор, постоянная тема, отдельная, стоящая даже в вопросах ЖКХ, вопросы социальной поддержки, социального обслуживания граждан, жилищные, земельные вопросы. Также Антон Ульянов рассказал о работе над проектом нового меморандума 3.0, о сотрудничестве между городской думой, администрацией и РФИА ЦУНИЕВ. Среди направлений – здравоохранение и профилактика заболеваний, развитие спорта, благоустройства, развитие предпринимательства. Заключить соглашение планируют и в этом году. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей СРОВ-24.